Этим летом на Черноморское и Азовское побережье в Краснодарский край приедут более 800 тысяч детей. И все они должны вернуться домой целыми и невредимыми. Мы тоже принимаем детей в многочисленных наших оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах. И лучше еще раз сверить часы и понимать, что мы не можем допустить подобной трагедии. Сегодня самое главное понимать, что если даже пришло штормобой предупреждения, не быть самонадеянными. Даже если можно по-разному относиться к прогнозам синоптиков, то лучше на всякий случай и в наше Черное море не выходить, и детей купаться не везти. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков доложил Сергею Сергееву. Руководители здравниц в обязательном порядке повещают о погодных условиях и ограничениях купания. В списке 181 человек. Глава курорта потребовал неукоснительного соблюдения алгоритма взаимодействия всех служб. Все, что касается выхода, выезда за территорию здравницы, есть определенный регламент. В том числе и купание на море за территорию здравницы. Есть определенный регламент. И правильно губернатор сказал, чистое разгильдяйство, неисполнение того или иного пункта регламента влечет за собой вот такие тяжкие последствия. Организованные группы требуйте ставить вас в известность, что группа убыла за территорию города-курорта. То есть домой. Благополучие детского отдыха зависит не только от безопасности на воде. В Анапе температура воздуха зашкаливает. Пищеблоки должны быть стерильными. Холодильное оборудование работать как часы. Температура за 30. То есть мониторинг всех пищеблоков совместно с Роспотребнадзором. Неорганизованные детские группы – отдельная тема для разговора. На курорте идет постоянная работа по выявлению таких незарегистрированных туристов. Городская администрация ставит в известность власти региона, откуда прибыли дети. И на месте принимаются все меры, чтобы обезопасить юных гостей. Сергей Сергеев поручил активнее привлекать к этой работе молодежь, тосовцев и участковых.